Отдать долг родине должен каждый мужчина, считает Станислав. Когда получил повестку без раздумий, отправился в военкомат. Несмотря на юный возраст, в 18 лет парень четко понимает, зачем ему это нужно. Хорошо пойти в армию, отслужить и быть настоящим мужчиной, который должен защитить свою родину и свою семью. Перед тобой стоит большая ответственность в этом плане. Был наглядный пример в виде своего дяди, который отслужил, и своего отца, который стоит передо мной и защищает нашу семью. Поддержать Станислава пришли мама и сестра. Гордость – вот что они чувствуют и вспоминают, как он еще с детства мечтал получить военный билет и доказать свою преданность стране. Он у нас отважный, доброжелательный. С детства мечтал идти служить, защищать родину, защищать меня, родителей. Это у него с детства заложено было. И переубедить его никак нельзя. И таких парней, любящих свою родину, готовых защищать ее интересы, немало. Сегодня они проходят весеннюю призывную комиссию. Будущих солдат проверяют медики. Окулисты, стоматологи, хирурги, терапевты. Ребятам уже не терпится все пройти и отправиться служить. Чтобы защитить свое отечество, чтобы помочь гражданам при вооруженном конфликте. Мы так помогаем своей стране, в ее развитии, в ее защите. Развивать в себе чувство патриотизма долгом перед отечеством и защищать его в случае чего. Прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Денис Сергеевич, решением призывной комиссии вы призваны на военную службу. О том, как проходит призывная кампания этой весны, говорят на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и военного комиссара Краснодарского края Алексея Чугункина. Для него это первый призыв в новой должности. Пост военкома он занимает с начала этого года, но опыт проведения призывных кампаний огромный. Глава региона рассказывает, наши новобранцы всегда ценились. Их традиционно отличает высокий уровень подготовки. Всего за прошлый год в Крае призвали больше 12 тысяч человек. 30 парней отправились служить в президентский полк. Весенний призыв, отбор в него пройдут еще 25 жителей Края. Призвенная кампания весеннее этого года для вас первая в качестве военного комиссара Края. Но вы человек очень опытный, вы профессиональный человек. И те результаты, которые сегодня Края демонстрирует, в том числе и по качеству подготовки молодежи к службе в журненных силах, это в том числе ваша заслуга. Ребята с Кубани, призывники, все предмет гордости, потому что нет ни одного нарекания, ни одного командира, ни одной воинской части, воинского подразделения по качеству подготовки и в целом их несения службы. Потому что молодежь подготовлена к службе в журненных силах. Патриотическое воспитание сегодня в Крае, оно достаточно на высоком уровне. И, конечно, основа начальной военной подготовки. Мы максимально пытаемся сформировать у наших парней, которые будут служить в журненных силах. И у нас это получается. Поэтому еще раз хочу сказать, что, конечно, отзывы, которые мы получаем, и благодарственные письма от командиров воинских частей, подразделений, они на самом деле говорят о этой качественной работе. С 1 апреля по 15 июля, когда закончится весенний призыв, больше 6,5 тысяч ребят отправятся на срочную службу, в том числе 337 казаков. Военком рассказал, какие рода войск их ждут. Важно, многие из них будут служить рядом с домом. Уважаемый Венин Иванович, военный комиссариат полностью готов к проведению весеннего призыва. Большинство из наших детей останется у нас на территории Южного военного округа. Будем направлять в подразделения, в соединение воинских частей, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, железнодорожных войск и военно-морской флот. Ценятся наши призывники и востребованы, особенно в элитных частях, таких как воздушно-десантные войска, спецназ, Главное управление Генерального штаба и, конечно же, президентский полк Федеральной службы охраны. Ну, я так думаю, что это результат нашей совместной работы. И, в принципе, можно тут выделить такие три составляющие. То есть, это, во-первых, стройная, выстроенная концепция военно-патриотического воспитания для призывной подготовки молодёжи у нас в крае. Дальше, исторически, прямо по-другому не скажешь, исторически сложившиеся казачьи традиции, казачий дух. С учётом текущих вызовов Вениамин Кондратьев акцентирует внимание на необходимости уделить особое внимание антитеррористической безопасности на сборных пунктах краевого военкомата. Также в ходе беседы губернатор поднимает вопрос о распространении лжеинформации о ходе кампании. Глава региона рекомендует военкому обратиться к родителям новобранцев и рассказать от первого лица, как всё будет проходить. Важно успокоить матерей, ведь для них будущие бойцы – это в первую очередь дети. Вы очень глубоко погружены, в целом, профессионально погружены в то, что вы делаете. И в данном случае, я даже заметил, вы призывников всё-таки называете детьми. Потому что вы, понимаешь, чувствуете то, что это наши дети. Это огромная ответственность. В том числе наша ответственность перед родителями, перед краем, перед страной, чтобы у детей было всё хорошо. И, конечно, мы сделаем всё, чтобы у них служба прошла на высочайшем уровне и вернулись домой. В интернет-пространстве циркулируют слухи об увеличении срока службы, недостатке питания и формы для новобранцев или пересмотре требований к годности по здоровью парней. Военком опровергает эти слухи и заверил, что никакие изменения призывной кампании не планируются. У нас сейчас на сборный пункт завезено на 10% больше имущества, чем мы предполагаем призвать. То есть, это и продовольственная, и вещевая служба. То есть, есть что одеть всех, есть чем накормить. Что касается продолжительности службы, никаких изменений в продолжительности сроков службы не предусматривается пока, ни законодателями, ни даже слухов таких в наших краях нет. Один год как служили, так служить и будут. Ну и что касается заболеваний, всё, есть у нас 565-е постановление правительства, которое регулирует, с какими заболеваниями человек может пойти служить, с какими нет. Ничего в нём тоже не изменилось. Кто был болен, и это заболевание не позволяло ему идти служить в армию, он не пойдёт. Кто здоров, тот пойдёт. Также Вениамин Кондратьев просит военного комиссара быть всегда на связи с родными срочников. В особенности успокоит тех, кто беспокоится о том, что их дети попадут в зону СВО. Никто из парней не должен попасть на территорию специальной военной операции, отметил губернатор. Военком, в свою очередь, гарантировал, ни один новобранец не отправится на передовую.